здравствуйте уважаемые телезрители когда мы изучаем историю казахстана мы всегда ассоциируем ее с великой степи когда вы проезжаете по этой степи вы краем глаза все равно увидите огромное количество различных каменных извояний сопок и курганов так тема нашего разговора современный этап изучения каменных извояний казахстана история изучения каменных извояний сары арки делится на три условных этапа специфика которых была связана с изменяющимися историко-политическими условиями и определялась уровнем развития археологии как наука первый этап вторая половина 19 века и первая половина двадцатого века в то время экспедиции занимались накоплением данных а в советское время данное направление больше имела связь с краеведами и геологами обследовавших извояние сары арки наряду с выявлением полезных ископаемых в 1940 по 1950 годы второй этап середина сороковых и начало восьмидесятых годов двадцатого века второй этап середина сороковых и начало восьмидесятых годов двадцатого века характеризуется специальным изучением избаяний советский период истории казахстана начиная с образования академии наук казахской сср и организации на ее базе центрально-казахстанской археологической экспедиции одним из направлений деятельности которой стало изучение памятников монументальной скульптуры третий этап с начала 1990-х годов под настоящее время протекает в условиях организационных изменений в национальной науке на протяжении современного этапа в сары арке исследовано свыше двухсот средневековых извояний в том числе 40 из них редокументированы я с удовольствием представляю нашего гостя кассена 8 гульда уреновна кандидата исторических наук ведущий научный сотрудник института археологии имени маргулана тема нашего разговора еще раз напомню современный этап изучение каменных извояний сэры арки но давайте просто нашим зрителям напомним предыдущие этапы какие были этапы в изучении каменных извояний этапа камена изучение каменных извояний было три этапа у нас первый этап это история изучения каменных извояний это путешественники краеведы геологи второй этап это целенаправленное изучение это вот начинается с периода с 1946 года образование академии наук и возглавление акиха ганча морглан центральной казахстанской археологической экспедиции и современный этап это вот начинается с 1991 года это связано конечно же с независимости нашей страны это с 91 но вот все таки есть отличие современного этапа от предыдущих вот мне довелось участвовать в археологических экспедициях но это было настолько давно и тогда основным орудием труда археолога была лопатка скребок кисточка да вот они копали затем в палаточке сидели рассматривали склеивали и так далее вот но сейчас ведь новые вене в археологии вот какие можете об этом рассказать можем сказать не так сильно отличается но остается классическая археология это методы изучение каменных извояний но в том числе сейчас сами знаете развивается 21 веке развивается это технологии во первых компьютерное фиксирование да раньше если мы каменных извояний фиксировали миколентами да сами рисовали а в данный момент мы только пользуемся попыла да это беспилотные летательные аппараты да если мы изучаем комплексно это мы в данный момент каменное извояние изучаем комплексно это сооружение каменное извояние бал баллы и ландшафтные полностью это комплексно изучать и во время изучения мы используем вот эти технологии и в том числе когда мы фиксируем каменное извояние мы в первую очередь сейчас в мировом науке в мировой науке можно сказать это использует 3d сканер то есть получается современный археолог ну даже поиск допустим мест захоронения или там археологических памятников используют беспилотники да конечно поднимается летает и ареал полностью рассматриваться и показываю да ну раньше я помню статьи начинались археолизе даже известных археологов о том что благодаря аэрофотосъемки там самолет пролетел что-то там сфотографировал да и находят памятники потому что это было дорого и недоступно для советских часто археологов теперь пожалуйста да можно сказать каждый археолог владеет этими технологиями и все используют ппла 3d сканер также все эти данные то что мы изучаем как вы сказали кисточками да мы забираем с собой в лабораторию и все анализы мы делаем в лаборатории если даже когда фиксируем извояние мы с собой берем материалы и какое-то определенное время мы изучаем это можно сказать и анализы сами знаете да какие сейчас очень много анализов междисциплинарных мы делаем можем дать хронологии точную хронологию этих извояний а вот теперь давайте чтобы было нашим зрителям понятно вот стоит допустим антропоморфная стела да на которой изображен там храбрый мужчина с усами там тюркского периода на нем значит чаша оружие оружие пояс и так далее вот вы его нашли да да сфотографировали определили точку на местонахождение точная да сделали 3d сканер потом вы выкапываете его везете в лабораторию нет к сожалению мы не забираем с собой и я вот категорически как археолог я против чтоб этих извояний трогали с места с института как археологи говорят чтоб не трогали потому что мы теряем памятник разрушаем памятник культурное наследие это теряется если мы трогаем это извояние да если есть рядом сооружение это оградка либо курганы если мы изучаем памятник комплексно да мы изучаем мы раскапываем сооружение сначала курган да грубо говоря предположительно сооружение раскапываем в него убираем оттуда извояние и мы делаем все анализы это сейчас мы делаем геологические анализы изотопные анализы мы все эти анализы берем в на месте в полевых условиях делаем 3d сканер gps фиксируем gps данные и мы это все оставляем мы закапываем оставляем то есть на место историческая реконструкция мы бы как бы доделал ну как бы восстанавливаем но вот тогда вопрос допустим вот взяли вы срез кургана до геологический анализ вот зачем он нужен для для геологические анализы нам нужен для того чтобы узнать породу извояния мест ну как бы вы сами знаете да в сарарке очень это местность мелкосопочник и очень много таких камней как мелкозернистый гранит и крупнозернистый гранит в основном для изготовления каменных извояний они использовали местных сырье местное сырье они использовали местное сырье вот для определения местность местное это сырье или это привозное мы вот делаем такие геологические анализы также эти анализы нам дают скопления мы можем по этим анализам узнать скопление каменных извояний но скажите пожалуйста вот допустим Если это местное сырье, местное, это какой круг, допустим, радиус, допустим, 100 метров, 500 метров, километр, да? А если привозное, тоже откуда? Ну, вот, допустим, привозят на Улытау из Мангышлака или из, допустим, Семеречья, да? Да, спасибо вам. Или это местное сырье, местное, ну, в районе двух-трех километров. Да, я могу ответить, вот, во время разведок, когда мы изучали Атасовский регион, район, мы изучали памятник Куйшока. Когда изучали Куйшока, мы недалеко нашли, как сказать, скопление, скопление, заготовки этих, сырье для изготовления этих каменных изваяний. Из этого они могли сделать каменные изваянии. И также точно такие же были там заготовки, как мингиры наши, стеллы. Прямо, знаете, форма была в один в один. Ну, это было место, ну, как бы сказать, необработанные камни. Это природные камни, но очень схожие на эти. То есть вы нашли место, откуда люди брали сырье, ну, так скажем, сырье, да? А вот вы упомянули, издалека везли. Издалека это как? Да, это было вот возле Куйшока, это где-то, наверное, километр, не больше. Но это местное? Да, это местное, да. И мы сделали анализы. В Шетском районе мы изучали памятник Омурек. Мы тоже там сделали анализы. И анализы подтвердили, что сырье было местное. Это примерно где-то двух километров находится. Ну, это недалеко, в принципе, да? До кочевников это рядом. Да, конечно, рядом. А вот самое далекое? Самое далекое. Вот у нас есть память о Вултавском районе, как в 1946 году Акиханш Маргулан поехал по, как сказать, по совету, можно сказать, Акиханши Монтайла Садпаева. Акиханши Монтайла Садпаева, когда делал разведку в Вултавском районе, он фиксировал каменные изваяния. В том числе каменные изваяния раннего Железного века, но тогда они хронологию изваяния не атрибутировали они, но они сказали, ну, как бы, зафиксировали изваяния. Изваяния было из розового гранита. Но Акиханши Монтайла Садпаева в своей дневнике описал, что в Вултавском районе не имеется сырье вот именно розового гранита. Нет такого сырья. Мы можем предположить, что это, конечно, с Запада, да. И когда поехал Акиханши Монтайла Садпаева изучить, он кроме этого изваяния больше таких изваяний не нашел. То есть это уникально. Уникально, да, изваяние, да, случаи, можно сказать. И до сегодняшнего дня в Вултавском районе розового гранита, к сожалению, пока еще нет. Ну, хорошо. Вот вы не забираете вот эти памятники, и они остаются на месте в сохранности. Более того, вы как бы восстанавливаете то, что было повреждено. Но все казахстанцы, все прекрасно знают, что в музеях достаточное количество антропоморфных изображений, там, и всего остального, особенно в том числе и из центрального Казахстана. Ну, это, казалось бы, изученный уже предмет, да, все описано, он находится в музее. Вот вы работаете с этими памятниками или нет? Есть ли новое прочтение старых находок? Да, спасибо за вопрос. Могу сказать, из центрального Казахстана, из Сарарки, да, в Алматы есть несколько изваяний в музеях. Эти изваяния мы атрибутировали заново, можно сказать. По предположению ученых того времени, которое привезли, они предполагали, что изваяние, ну, как бы, атрибутировали, дали хронологию как тюркского периода, да. Так как сейчас нам всем известно изваяние раннего Железного века, есть несколько изваяний, которые мы переатрибутировали, можно сказать. То есть удревнили? Да, да. Или дали более точную хронологию? Точную хронологию. А вот как это делается? Ну, вот стоит каменная глыба, ну, вот, для таких непросвещенных людей, как я. Ну, вот, сделано, да, и они вроде для меня все одинаковые. Ну, где-то выше, где-то ниже, где-то более грубые черты, где-то нет. А вот как определить, что это сделано, допустим, в 12 веке или в 5 веке, да, как это определяется? Во-первых, из изваяния раннего Железного века есть свои определенные атрибуты, которые дают нам хронологию. Это классически, можно сказать, изваяние раннего Железного века в Сарарке, в Казахстане только имеется пока в Центральном Казахстане изваяние раннего Железного века, не считая Западный Казахстан. В Восточном Казахстане, в прилегающих районах пока еще не найдено изваяние раннего Железного века. в первую очередь, если мы определяем хронологию в музее, это мы по атрибутам. Это вот в первую очередь, это чуб, высота извояний, каменные извояния раннего железного века, они небольшие, невысокие, они до метра, но если совсем высокие, до двух метров они не доходят, можно сказать. Они очень мелкие, можно сказать. И по атрибутам глаза, рот. И если есть кинжал, окинак, можем атрибутировать извояние. Извояние тюркского периода, это все знают, это извояние воина, на правой руке они держат чашу, на левой руке они орудие. И извояние тюркского, ой, кипчакского периода всем известно. С двумя руками они держат чашу. То есть если человек... На уровне живота. На уровне живота. Видите, как по атрибутам даже мы можем... А если в степях, если мы на разведках, в экспедицию выезжаем, то тогда, да, бывают моменты такие спорные, да, они не все могут по атрибутам атрибутировать извояние, тогда мы по сооружениям, по памятникам, можно сказать. Если извояние стоят, извояние на кургане, извояние, только одно извояние на кургане, это мы можем предположить извояние раннего железного века. Если в оградке, возле оградки, то, конечно, всем известно, это тюркское извояние. Если возле кургана с усами или на кургане с усами, это также раннего железного века. Но у нас есть вопрос. Кипчакские извояния, также они возводили, ну, как бы ставились на курганы, но мы кипчакские извояния можем отличить от раннего железного века по числу. Если на кургане там от двух, ну, как бы, и выше до семи извояния, то это кипчакское извояние. Без вакуум, как бы, без... Нет, спора тут, можно сказать. Ну, а вообще, сколько известно извояния в Сырой Арке? Там же достаточно большое количество, или... Ну, можем сказать, в Казахстане на сегодняшний день редокументированные материалы каменных извояний в Сырой Арке по редокументированным материалам нам известно 357 каменных извояний в Сырой Арке. В Сырой Арке? В Сырой Арке. Только в Сырарке 357 каменных извояний. Из них было нам известно, как выше мы говорили, по, если периодом сказать, по материалам путешественников нам 30 каменных извояний. Это тюркские и кипчакские. Когда изучали геологи, они оставили материалы больше 10 каменных извояний. И, конечно же, огромный пласт, можно сказать, изучения каменных извояний занимался Акихаханш Маргулан. Да. Он оставил нам сведения о каменных извояний 120 каменных извояний. Ну, вот тогда другой вопрос. Это огромное количество, на самом деле. Они каким образом расположены? Это одиночные или все-таки там есть группами, да? Несколько извояний. Вот какое количество определяется, что это, допустим, извояние десяток, десяток, два десятка. Да, спрашиваете, да? Это скопление. Вот какое? Что значит скопление? Что значит одиночное? Что чаще встречается? Скопление или одиночное? Если одиночное, то это просто потрясающие цифры. Но если в одном месте сконцентрировано, допустим, 100 извояний, ну, это совсем другая картина. Ну да, я так отвечу, да? Ну, как бы, чтобы зрителям тоже было понятно. В науке есть типология. Мы все памятники делим на типы. Вот также у нас извояние мы делим на типы, по сооружениям. Если извояние раннего жилья, если начнем с эпохи поздней бронзы, это у нас мингиры, стеллы, да? Мингиры у нас, они были групповыми от трех до двенадцати. У нас таких, к сожалению, сейчас они очень многие не сохранились, но Акихан Шмарглан нам оставил материалы о именно мингирах, 112 мингиров. 112 мингиров. Материалы есть. Это фото и описание этих мингиров. А вот скажите, пожалуйста, что мингир, это все-таки камень, необработанный камень. А вот как определить, что это все-таки сооружение? Вот, допустим, стоит один, ну, камень, не камень, да? Или это мингир? Или это природа просто распорядилась так, что здесь лежит камень? Да. Как вы определяете? Во-первых, это как бы есть у нас своя методика, но так как мы археологи, мы когда изучаем сооружение, мы видим, это сооружение, природное сооружение, или это как бы люди сами делали, сделали для нас. Это же ритуальные памятники. Это мы, когда делали анализы, нам стало известно, что во время шурфа, мы же, когда во время раскопок, можно сказать, мы выявили там очень много скоплений животных. Да. Это было, значит, получается, не просто сооружение, а вот ритуальное сооружение, люди приходили туда, это долгое время функционировало. кости животных, это потому, что там, ну, как бы проходило или жертвоприношение, да, или пиршество какое-то в честь какого-то события, или для того, чтобы вызвать какое-то событие, допустим, дождь там, еще что-то, да? А вот эти мегиры вот групповыми, да, они были, а стеллы, они одиночные были. В степи, можно сказать, в степи, да, едем, там стоит одна стелла. То есть это прямоугольник, да? Да, прямоугольник. Безо всяких изображений, без ничего. Без ничего, стеллы. Да. Но тоже видно, наверное, все-таки, что есть обработка. Да, как они устанавливают, методы устанавливают, как они устанавливают, это все как бы во время изучения археологичного мы это все видим, архитектуру мы видим. хорошо. Вот, допустим, более 300 извояний, да? Как наибольший период? Какой? В какой период? Больше. Больше, да? Да. А, я хотела продолжить. Вот сооружения, когда они ставили, вы же говорите, они одиночные, или извоения раннего железного, они всегда ставились одиночные. А, ранний железный. Ранний железный. Да, как раз мы отвечаем на мой вопрос. В тюркском периоде также они ставили одиночные извоения, извоения, но были парные сооружения, парные, но каждый, возле каждой оградки стояло одно извоение только. Ага. А если это кипчакские, да, были они групповыми, но в одном кургане до пяти. До пяти? Не больше. Не больше, да. То есть наибольшее количество приходится на какой период? В тюркском периоде очень много у нас каменных извоений известно, выше ста извоений. Это когда? Период, да? В шестом-седьмом веке. В шестой-седьмом веке, да. Это когда здесь был западно-тюркский Каганат, да. Итак, одиночные и памятники, и скопления. А вот как вы определяете скопление? Это просто хаотично стоящие менгиры там или другие сооружения? Или какая-то есть последовательность, какая-то архитектура расстановки вот этой? Спасибо вот за вопрос. Да, мы сейчас, мы же озвучили число, количество каменных извоений, 357 каменных извоений. Я сделала реестр каменных извоений Сарарки. В том числе я выявила скопление каменных извоений по районам. Это в Центральном Казахстане, вы сами знаете, это Сарарка, это в основном территория Карагандинской области. В том числе в Актугайском районе у нас идет скопление всех периодов извоений. Это начиная с эпохи поздней бронзы до Кипчаков. А также идет скопление в Лутауском районе. В Лутауском районе нам известно около 40 каменных извоений. Из них 11 каменных извоений раннего железного века. два оленного камня нам известно и остальное Кипчакского и Туркского периода. Базу данных мы делаем по всему, по всей Сарарке и по районам мы определяем скопление извоений. А вот как вы думаете, с чем связано, что скопление находится именно, допустим, в Лутау? В Актугайском районе. В Актугайском районе. Там что, особое место какое-то? Как любят говорить наши сакральное или место силы, ну, еще что-то такое. Или это действительно природный феномим? Можно сказать, что это природный, во-первых, феномим, а во-вторых, это же всем удобное место для скотоводства. Вы сами знаете, Актугайский район. Ултауский район тоже самое. В Ултауском районе до сегодняшнего дня продолжается. Живут там люди, ну, как бы перспективные места. То же самое тогда было. А может быть, еще одно, еще один момент такой, это может быть связано с сохранением памятников. С охранностью? А, с охранностью памятников, да. То есть в других местах просто уничтожены? Да, может быть. А как вы думаете, в какой период происходило уничтожение памятников? Или там, не то, что целенаправленное, но тем не менее? Мне кажется, до сегодняшнего дня у нас популяризации очень мало. Люди так относятся к к культурному наследию. Ну, это может быть любое время. То есть мы можем говорить о том, что граждане должны подценить и обожать свою историю. Не надо писать там, допустим, серик или берег здесь, на этом памятнике, или тем более разрушать его. Но вот у нас было о своей нецелины. Говорят, что в это время очень много памятников просто было убрано. Да, вы правы, конечно, во время целины тоже. Да, потому что тогда были унесожены сооружения наших извояний. Да, они могли бы извояний взять и привезти в музеи, задавали вопрос, да, как мы работаем с музеями. Вот откуда очень много каменных извояний в музеях во время целины тоже. И также вот люди, когда наши люди, граждане едут отдыхать либо там с Акимата, да, они едут и привозят из Тепи или откуда, если увидят они извояний, сразу везут в музей. Мне кажется, это для науки это очень плохо, да, потому что мы теряем памятник. Ну, сейчас есть же средства связи. Можно даже на телефон сфотографировать, отправить в наш институт, отправить локацию в ваш институт, да? Ну, у вас замечательный сайт в вашем институте, я с удовольствием там читаю и там есть, по-моему, отдел для писем трудящихся, так скажем, да? Да. И можно отправить туда фотографию, локацию и сказать, что это находится здесь. Тогда это будет огромная помощь. Не надо вытаскивать, выкапывать и везти. Это разрушение памятника, на самом деле. Ну, вот еще один вопрос. Мы говорили о том, что такие памятники, такие сооружения, такие извояния, они не то, что разбросаны, но находятся на территории от Дуная до Кореи практически, да? Но этими памятниками и извоянием занимаются археологи, историки других стран. Вот у вас есть какое-то сотрудничество с представителями, допустим, России, Украины, Монголии, других государств, Китая, вот, в изучении этих памятников? Насколько они помогают вам и вы им в этой работе? Да, конечно, есть. Сейчас, как бы, в современной науке есть коллаборация, мы со всеми учеными вместе работаем. Это наши коллеги из России, Любовь Николаевна Ермоленко, мы очень тесно работаем с ней, она изучала наши извояния из Центрального Казахстана. Есть ученые из России, также, Кубарев, из Монголии тоже. Мы с ними, кто занимается каменным извоянием, мы очень тесно с ними работаем. как бы сказать, можно с отрученчим. И обмен материалами тоже, вы сами знаете, аналоги, когда мы изучаем извояние, новые находки у нас. Иногда бывают такие находки, в которых нет аналогов в Казахстане. Но как вот извояние раннего Железного века, мы, к сожалению, до сегодняшнего дня неизвестно по всему Центральному Казахстану извояние раннего Железного века. Также скажу, что кроме Запада, в Восточном Казахстане еще не выявлено извояние раннего Железного века. В ЖЦУ, вы сами знаете, скопление, тоже очень большое скопление каменных извояний, но нет периода раннего Железного века. Мы выявили, да, в Центральном Казахстане, и сейчас это очень актуально изучается, Армандий Юрьевич Бесенов, он изучает извояние раннего Железного века, он комплексно изучает, он изучает, можно сказать, ландшафт, он и поселение раннего Железного века, полностью он комплексно изучает памятники раннего Железного века, в том числе искусство, как искусство каменных извояний. Им выявлено около 10 каменных извояний, только один автор выявил около 10 каменных извояний. Ну, все-таки, тем не менее, Сарарка огромная территория, да? Вот какие институты, какие еще экспедиции участвуют в работе, в вашей работе, по вашей теме по каменному извоянию? По каменному извоянию Центрального Казахстана изучают, сейчас, в данный момент, изучают Арман Дзиньевич Бесенов, наш ведущий археолог Казахстана. Также работают наши коллеги из Карагандинской области. Карагандинского государства университета имени Букетова. Ну, там сильная школа. Да, сильная школа. Я сам выпускник Карагандинского университета, поэтому многих археологов там, с которыми даже учился, будучи студентом, они были старшими, младшими. Да, они очень актуальны занимаются. А еще какие-то, вот, насколько я помню, Петропавловские были. Нет, извояниями Петропавловской никто не занимается. Аймами Дубайна Досумбаева. Она изучала окрестности Акмолинской области, каменные извояния. Какие творческие планы дальше? Есть ли еще, так скажем, терра инкогнито? Есть ли еще возможность найти новое извояние? Какие планы в этом отношении? В этом году мы планируем поехать в Лутауский район с экспедицией, изучить, комплексно изучить, это получается, сооружения и с извояниями, начиная с эпохи поздней бронзы до Кипчаков. Это 4-5 сооружений, мы хотим вот сначала фиксацию, документацию сделать, полную документацию, а также раскопками, если у нас вот, если с финансированием все получится, хотим в дальнейшем это изучить. И, конечно же, очень большая проблема, это надо, ну как бы я могу сказать, что нужно сделать базы данных всего, каменных извояний всего Казахстана. Я этим начала заниматься, но это все, сами знаете, да, это сложно очень. Я вот сейчас изучаю, сделала базы данных по Центральному Казахстану, Сарарке, и также Восточный Казахстан. Ну как бы начало, там у меня только 130 извояний, мне до сегодняшнего дня в Восточном Казахстане по опубликованным материалам неизвестно 130 каменных извояний. Но есть у нас ЖИЦУ, сами знаете, да, тут какая скопление, и очень много извояний, да. Ну что ж, Асимгуль Гавриловна, я желаю вам хорошего финансирования, новых успехов в составлении нашей карты и проведения вообще научной работы. Спасибо вам за интересную работу. Вам спасибо. До свидания. До свидания.